Гигантские красные монстры! Оставайтесь дома! Закройте окна и двери! Внезапно раздается голос из громкоговорителя. Вы вскакиваете с кровати, ничего не понимая. Но голос не умолкает. Оставайтесь дома! Гигантские красные монстры! Вы выбегаете на балкон и смотрите вниз. Повсюду снуют полицейские и пожарные машины, и кареты скорой помощи. Люди разбегаются во все стороны с криками «Муравьи!». Муравьи? Чем всех так напугали эти крошечные букашки? В среднем один муравей в длину не превышает трех сантиметров. Но что случилось с городом? Внезапно в конце квартала вы замечаете огромного красного муравья. Он движется прямо по тротуару в поисках добычи, шевелит своими длинными усиками и угрожающе щелкает жвалами. Насекомое постепенно приближается к вашему дому, пока, наконец, не замечает вас. В мгновение ока муравей запрыгивает на стену и начинает ползти в вашу сторону. Благодаря крючковатым когтям эти насекомые могут действительно неплохо ползать. Практически по любым поверхностям. О, нет! Вы моментально захлопываете дверь балкона и прячетесь за диван. Вы хватаете пульт и включаете телевизор. Испуганный репортер стоит в замешательстве на главной площади и оглядывается по сторонам. Неподалеку огромный красный муравей ползет по дороге и тащит дерево, корни которого тянутся по земле. Очевидец дает интервью и рассказывает, что с ним приключилось. Я был в магазине и искал любимое печенье, как вдруг два чудища появились прямо из-за прилавка. Они схватили упаковки, разорвали их и все съели. Это было ужасно. Они съели все печенье, потому что у муравьев два желудка. Один переваривает пищу, а в другом хранится еда для самого муравья и его сородичей. Они общаются с помощью усиков. Я ничего не понимаю, потому что я никогда не учил язык муравьев. И его нет в гугл-переводчике. По телевизору показывают разные районы города. Гигантские муравьи повсюду, они передвигаются колоннами и по нескольку особей. Некоторые забираются на здание, люди выглядывают из окон и в панике задергивают шторы. Насекомые вырывают деревья из столбы и уносят их в неизвестном направлении. Они носятся по дорогам, обгоняя машины. Муравей размером с человека способен развить скорость 55 км в час. Уже зафиксировано несколько автомобильных аварий с участием этих гигантов. В городе царит хаос. Люди прячутся в домах, а муравьи продолжают пребывать. Одна особь забирается в торговый центр и, не останавливаясь, пробегает мимо отделов одежды. Ей не интересны модные тенденции, ее привлекает лишь отдел спортивного питания. Насекомое сметает все упаковки с протеином в корзину и убегает. Муравьи собираются на главной площади. Они тащат туда машины, столбы, деревья, дорожные знаки, светофоры и складывают в одном месте. Из груды хлама образует холм, на котором возвышается трон. Один из муравьев принес его из художественного музея. И вот на площади, окруженная муравьями-охранниками, появляется королева муравьев. Она медленно подходит к трону и садится на него. Как такое вообще могло случиться? Все началось с обычного муравейника посреди леса. Два рабочих муравья искали поблизости еду. Феликс, нужно во что бы то ни стало найти что-то вкусное. Иначе, ну ты понимаешь, королева прогонит нас. Эй, Оскар, посмотри-ка, что это? Какая-то цветная упаковка. Тут написано «Протеин». Не знаю, что это, но давай попробуем. Муравьи взвалили батончик себе на спину и отправились домой. Эти насекомые способны поднимать вес в несколько сотен раз превышающий их собственный. На входе в муравейник рабочих встречают муравьи-охранники. Внутри каждого домика располагаются обширные лабиринты с множеством комнат. Ближе к поверхности находится солярий, где насекомые согреваются в холодную погоду. Также там есть зона отдыха, где муравьи спят по 15 минут и набираются энергии. Однако наши герои направляются на склад с продовольствием. Они пробуют новое лакомство, и оно оказывается действительно вкусным. Тогда муравьи относят угощение к королеве. Так белок начал действовать на организм насекомых, и уже через несколько дней они выросли до размеров человека. Тем временем на улице начинает темнеть. Похоже, вокруг всё спокойно. Самые смелые выходят на улицу и тихо пробираются к магазинам в надежде купить продукты. Прихватив биту и средства от насекомых, вы направляетесь в ближайший супермаркет. Внезапно появляются два муравья. Вы открываете репеллент и распыляете вокруг. Муравьи шевелят усиками, улавливают неприятный запах и отступают. Администрация города созвала экстренное совещание. Камеры наблюдения зафиксировали, что муравьи прибывают с востока, вытаскивают из машин водителей и едут в город, нарушая все правила дорожного движения. Ещё одна группа муравьёв бежала через поле, пока не уперлась в реку. Тогда они образовали живой мост. Муравьи появляются в общественном транспорте, метро, кафе и даже барах и тренажёрных залах. Они бегают на беговых дорожках и поднимают тяжести. Мэр города докладывает. Мы должны принять экстренные меры и всеми силами бороться с муравьями. Вы вступаете в группу добровольцев. Муравьи боятся птиц, поэтому команда решает нанести удар с воздуха. На следующий день прибывают вертолёты. Они начинают летать над главной площадью и распугивать насекомых. Несколько отважных муравьёв собираются в группу и брызгают кислотой, которая служит защитой от хищников. Вертолёты улетают. Королева поднимает белый флаг. Группа контроля за муравьями и лучшие мермекологи страны собираются вместе для проведения переговоров. Мермекология – наука о муравьях. Специалисты прибывают на главную площадь в бронежилетах и завёрнутой в москитную сетку. С помощью специального вибрационного считывателя учёные могут переводить речь муравьёв. Королева берёт микрофон и говорит. Мы работали всю нашу жизнь. С нас достаточно. Мы устали. Наша цивилизация достигла максимальных размеров. Общая биомасса муравьёв и людей одинакова. Только представьте, что будет, если мы откроем секрет нашего роста другим колониям. Мы захватим весь мир. Наш мозг состоит из 250 тысяч клеток. Мы достаточно умны, чтобы управлять всем в этом мире. И начнём мы с вашего города. Во время переговоров вы врываетесь в захваченный муравьями магазин и находите запасы протеина, который они собрали. Он является их источником роста и силы. Вы возвращаетесь к главе группы контроля и что-то шепчете ему. Когда наступает ночь, из штаб-квартиры группы контроля за муравьями выезжает асфальтовый каток и направляется к хранилищу протеина. Муравьи-охранники пытаются остановить его, но всё тщетно. Машина прорывается внутрь и уничтожает припасы налётчиков. Все муравьи просыпаются от шума. Их источник роста уничтожен. Они становятся всё меньше и меньше, пока не достигают своего обычного размера. Некоторым из них удаётся сбежать, но многих поймали люди, и теперь они живут на комфортных муравьиных фермах. Субтитры создавал DimaTorzok